здравствуйте вас приветствует фабрика бизнес-планов проекта фабрика предпринимательства меня зовут роман васильев и сегодня я вам расскажу о бизнес-плане по открытию творческой студии в казани есть три причины почему я выбрал именно эту нишу ну во первых потому что я занимался творчеством всю жизнь то есть я занимался мультипликации сам занимался и позднее начал заниматься рисованием песком фотографировал поэтому эта ниша была мне действительно очень близко то есть дело было для души во вторых это небольшие инвестиционные вложения в начале они естественно позднее дополнялись но в начале инвестиционные вложения были очень и очень маленькими и на 3 в 3 пункт просто мне в том числе нравится работать с людьми нравится делать какие-то мероприятия нравится то что здесь все всегда вокруг меняется и так начнем с инвестиционных затрат на самом первом этапе было потрачено около 50 тысяч рублей были закуплены проектор фотоаппарат штатив это все что было нужно в начале все потому что мероприятия проводились в разовом формате в каких-то разных частях города это были именно выездные мероприятия и с этого в вполне можно было начать позднее когда мы открывали свое помещение то уже понадобилось около 100 тысяч рублей тоже сумма совсем небольшая накопить ее может каждый и тогда было сделано очень простой ремонт помещение в стиле лофт это пустые белые стены и когда мы уже развернулись в полном формате тогда понадобилось уже около 500 тысяч рублей но эти суммы вносились частями сначала докупалась одна техника потом другая когда понадобилось открыть новое направление еще ну таким образом инвестиционные затраты составили 500 тысяч но начиналось все с 50 итак теперь рассмотрим по порядку что же нужно закупить для того чтобы открыть такую студию ну во первых для того чтобы снимать мультфильмы например в первую очередь нужны фотоаппараты для того чтобы рисовать песком нужны специальные песочные короба для того чтобы рисовать светом это уже более дорогой фотоаппарат световые кисти и естественно для различных мастер-классов это и и бумага кисти краски то есть все что нужно для творчества из основных покупок это конечно же мебель столы и стулья обязательно это проекторы большие экраны чтобы всем можно было показывать именно на медиа доске есть естественно это оформление и подушки пледы и и прочее шкафы витрины все зависит от того формата в котором вы хотите открываться естественно можно открыть студию в меньшем формате например уложиться в 300 тысяч но закупив меньше фотоаппаратов убрав какие-то направления например не закупая песочные столы на рекламу нам понадобилось на первом этапе совсем немного просто потому что такие студии всегда вызывают большой интерес и все сми не против были написать об этом бесплатно таким образом на рекламу было потрачено не больше 15 тысяч рублей и естественно затраты на сотрудников они тоже не очень велики за счет того что в штате один или два сотрудника которые занимаются рекламой которые занимаются управлением опять-таки если студия небольшая это может быть один человек и все мастера они приходящие и соответственно нас каждым мастером можно рассчитываться за мероприятие поэтому здесь затраты тоже максимально уменьшены а есть три основных момента которые важны для открытия такой студия как я говорил первое это помещение это можно сказать самое важное просто потому что помещение буквально задает направление вашего бизнеса отчасти если она будет просторным вы сможете проводить большие мероприятия например какие-то концерты если она будет маленьким то это будут небольшие уютные мастер-классы второе здесь нужно всегда четко определять направление вашей деятельности какие у вас будут основные мастер-классы или какие основные мероприятия, что будет вашей визитной карточкой, когда вы будете рассказывать людям о себе. И третье, очень важен подбор персонала, потому что когда мастер ведет мастер-класс, даже менее важно, какие знания он дает. Люди всегда возвращаются именно к тем, у кого им понравилось, с кем им понравилось работать, у кого понравилось перенимать знания, и, соответственно, именно к таким людям будут возвращаться. Это сделали мы, значит, это можете сделать и вы. С вами была рубрика «Фабрика бизнес-планов» проекта «Фабрика предпринимательства». До новых встреч!